Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анна Уманская и мы рады приветствовать вас на программе «Люди света». Сегодня мы приготовили для вас замечательную беседу с интереснейшим человеком. Это художник по свету Мистерского Петра Фоменко Владислав Фролов. Здравствуйте! Давайте начнем с основ. Самый глупый вопрос, который задают все, наиболее интересный. С чего все началось? Как вы оказались в мире художнику по свету? Как вы дошли до жизни такой, скажите? Как затянулась во все это, во всю эту историю? Знаем, самый банальный, как все это... Многие так, наверное, начинают, но все неожиданно начинается. И действительно для меня это совсем неожиданный мир. Оказался художничество по свету. То есть вы не хотели сюда? Хотел, не хотел. Ну, можно сказать, что так получилось, да. Я родился вообще в мире не театрально. Моя семья абсолютно не театральная. И театр я познал уже в каком-то зрелом возрасте даже. То есть в том маленьком городе, в котором я родился, вырос, получал какое-то образ... первоначальное образование, какие-то АЗ. Но там не было театра. То есть вообще, в принципе? В Самовской области, да. Я не был ни разу... В детстве я ни разу не был в театре. Я не знал, что это такое. Но, тем не менее, когда живешь, учишься, но все равно... Другой важнейший из искусства – кино. Оно существовало для меня, и очень мне нравилось. И как-то вот кино я любил с детства. Вот эти все фильмы, в возрасте уже более, в таком, скажем так, старшешкольническим, да, все-таки смотрел достаточно серьезные фильмы и Тарковского, и Феллиния, и все. Мне этот мир как-то увлекал, да. Но, тем не менее, в том возрасте, когда вот, да, заканчивая школу, стоит выбор, чем-то надо заниматься, какую-то профессию выбирать. У меня не складывалось. Я... А с чем складывалось? Ну, конечно, родители, да, к чему-то склоняли, и... И они меня склонили пойти, начать свое обучение. Почему-то вот очень нравилось им, чтобы я был каким-то медиком, врачом... Ого! Доктором, да. Неожиданно. Тем не менее, да, неожиданно. Я не знал, чем буду заниматься. Тем не менее, я вот, я закончил школу, и приехал в Москву, поступил в медицинское заведение, и в нем учился. Слушайте, ну, это серьезная работа поступить в медицинское заведение. Да, 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 поступил, хотел... Ну, какой-то желание все равно стать доктором, да, но оно во мне было. И вот оказавшись в Москве, постигая азы этой профессии докторской, да, я уже приобщился к какой-то театральной, культурной жизни в Москве, да. Я первый раз в жизни попал, пошел, посетил театр. А помните, какой был первый? Да, да, это... И это невозможно, конечно, забыть и об этом не сказать, потому что это, скажем так, собственно говоря, это посещение перевернуло мою жизнь. И ко мне был какой-то безумный такой вот период увлечения творчеством Высоцкого, да. И оказавшись в Москве, мне почему-то хотелось пойти вот в театр, к которому, да, вот, прославленный театр на Таганке. Ну, действительно, почему бы? Да, вот. И мне, я вот пошел в театр, не странно, не на какой-то, не на спектакль, не на что-то, а просто пошел вот посмотреть вот в театр, где работал, да, мой там... А, то есть вы не на спектакль, а вот именно в само здание театра? Нет, я пошел на спектакль, мне было все равно, что это за спектакль. И, ну, и так оказалось, что это был спектакль, посвященный этому человеку, этой личности Высоцкого, да, спектаклю Юрия Петровича Любимого, Владимира Высоцкого. И я купил билет, не просто это было, хотя время было уже такое, театр на Таганке Юрия Петровича, время было, это конец, в 80-м был, Юрий Петрович был в изгнании театром, тогда правил руководил Губенко. Ну, тем не менее, театр жив, спектакли любимого были, вот я оказался в этом пространстве, и был настолько, ну, вот, действительно, если существует какая-то вот такая магия театра, вот, это вот меня вот как-то так щелкнуло, я оказался в этом. Меня поразило все, начиная от входа, и это пространство великого художника, о котором я тут, ну, слышал немножко Давид Боровский, который вот тоже, наверное, вот, на меня какой-то такой произвел. Ну, действительно, произошла какая-то магия театра, какое-то таинство, которое вот все. Я посмотрел спектакль, был ошеломлен этим вообще зрелищем, этим вставлением, но я не представлял, как это, вот, мне просто как-то еще, вот, как это все может вот сделаться. Ну, для меня тогда, да, мне было 17 лет, да, я вот закончил школу, и для меня действительно произошла вот эта первая встреча с театром, она меня так торкнула, что мне просто вот, ну, не знаю, захотелось, я не знал, кем я там, допустим, даже вот могу работать, существовать как-то, но мне хотелось как-то вот все. Потом так получилось, что я закончил первый курс медицинского, и меня забрали в армию, я два года пытался, ну, потратил два года в армии, эти тоже годы, конечно, не прошли, там, для меня даром, я переосмысил свою жизнь и понял, что вернувшись, да, после армии, я решил свою жизнь изменить кардинально. И вот, вернувшись в Москву, да, я оказался на спектакле в театре из Комсомала, увидел просто объявление, что называется, пришел я в театр по объявлениям, да, театр требовались осветителя, электроосветителя, даже вот как-то так значилось. Электроосветителя? Да, это да, театр требуется на работу электроосветителя. В объявлении был написан номер телефона, куда можно звонить, интересоваться. Я после спектакля, ну, понимая, там, попробую набрать, сразу же набрал телефон, и после спектакля встретился с руководителем осветительного цеха, с которым мы несколько минут поговорили. Мы немножко, конечно, восприняли, что у меня нет никакого представления, что это такое, но я хочу научиться. Я хочу этим заниматься. Да, интересный момент, это не было препятствием того, что у вас нет опыта? Да, препятствие, наверное, было в глазах, конечно, руководителя цеха, с которым я общался. Конечно, было какое-то, наверное, ну, недоумение, да, человек, который вообще не понимает, что это такое, куда-то рвется, и все. Ну, он говорит, давай, приходи завтра, сейчас уже поздно, как-то закончилось. Я с нетерпением ждал этого дня, пришел, позвонил, дождался встречи, мы встретились в театральном буфете с Михаилом Кременовичем Бабенко, представился художником по свету. Я думаю, ну, да, наверное, круто, то, что я вот вчера видел, спектакль, который меня визуально тоже произвел, какие-то, ну, даже могу выразить свое воспоминание много-много-много летней дажности. И, в общем, да, Михаил Кременович сказал, что, ну, давай, Леша, давай попробуем, бери на испытательный срок, нам вообще посмотри, может быть, там вдруг что-то и получится. Я стал ходить на испытательный срок, в принципе, два месяца в театре, мне рассказали все, ну, из чего состоит театр, можно сказать, что с нуля все. И два месяца я выдержал, и пошло как-то вот все это дальше. И, соответственно, сколько лет прошло с момента вашего прихода в Ленком до момента самостоятельного выпуска спектакля, как художника по свету? Можно сказать, что это, наверное, лет восемь, наверное. Я работал осветителем в театре, начинал вот с познания вообще вот это сознакомительно, вот все, из чего состоит, какие световые приборы, как они, чем они отличаются, какое их безумное количество. Так как все равно какая-то база физику. То есть сказать, что в школе, да, я постиг, я знал, что такое сила тока. Ну, то есть электричество было знакомо, скажем так. Но вот эта художественная часть, да, и она все равно мне как-то больше нравилась, чем вот эта вот часть техническая. Но в любом случае получается, что вы к художественной части пришли через ремесло, через руки. Через ремесло, конечно, через техническую базу, но иначе нельзя, все равно это и техническую. Ну, в нашей профессии, вот художника по свету, конечно, это, ну, это неотделимая вещь, техническая база и художественная. Все равно это соприкасается, да. Художество оно делается из технической базы какой-то. Исходя из этого, такой вопрос прикладного характера. Как вам кажется, художник по свету, он должен сам знать пульты досконально, знать свою технику, вести спектакль сам? Или это дело уже ассистента, а художник по свету придумывает? Нет, художник по свету, ну, как нельзя, это нужно знать, потому что, ну, как должно быть представление вообще, как это происходит, да, есть, это не то, что такое отношение, есть художник, а это все-таки художник по свету, да, художник, он, у него есть краски, палитры, да, он все рисует. А вот эта именно техническая база и пульты, и прожектора, вот это все, огромнейший парк оборудования, да, можно сказать, что это инструмент художника по свету, как там у художника-живописца кисти и краски. Он этим рисует, он этим рисует, этим светом, то есть вот сам, и если ты не знаешь, как это работает, да, есть безумное количество лампочек, да, и все они разные, все они дают постоянно, и температура у них разная, и спектр, и, то есть все-все-все, и если это не знать, ну, как, и тот же пульт, да, как его не знать, можно, можно не работать, можно этим не пользоваться повседневно, все, ну, а знать это обязательно нужно, вот, ну, как это происходит. Хорошо, а возвращаясь к первому году работы в театре Ленком, у вас получилось художественное сотрудничество, соответственно, с режиссером-цинографом? Потому что это не первый год был, это несколько лет на это ушло, все, просто наблюдал, участвовал в работе над выпуском новых спектаклях и эксплуатация, скажем так, текущего репертуара в качестве осветителя, я во всем это учился. И Олег Ароныч свет делал для спектакля, вот, после ухода Бабенко сам, то есть, в принципе, не было, да, ну, по-моему, даже, да, не писалось, что есть вот такой художник по свету, был просто сценография Олега Шейнса без художника по свету. И подразумевался какой-то световой цель. Было понятно дело, что, да, при помощи рук осветителей, да, Олег Ароныч вот это все, он рисовал, он свои декорации, все. И, соответственно, по прошествии восьми лет уже мы подошли к моменту, когда... Да, и вот в какой-то вот прошло много-много лет, я вот научился, и так получилось, что Олег Ароныч, кроме работ с Марком Захаровым в театре Ленком, делал, конечно же, какие-то спектакли в других театрах, все. И вот в году девяносто восьмом, девяносто девятом, уже давно это было, получилась такая работа, ну, она антрепризная, наверное, ее стоит назвать, это такой режиссерской работой Татьяны Догилевой, актрисы тоже, которая начинала в Ленкоме, ну, видимо, и с Олегом Аронычем были знакомы они еще с тех лет. Они делали, вот, получился такой спектакль «Лунный свет», «Медовый месяц» антрепризный, начало такой, ну, театральной кампании Олега Меньшукова, это был первый спектакль театрального агентства 814, который вот эта легендарная антреприза, театральный дел Олега Меньшукова, который потом перевел, ну, спектакль «Горе от ума», и дальше пошли уже спектакли Меньшуковской антреприза. Первый спектакль такой был пробный, вот этот спектакль Догилева и Шейнсом. И нужно было заниматься светом, естественно, тоже вот как-то так получилось, что Шейнсис позвал в эту работу, и так как-то получилось, что появились такие первые именно вот, конечно, с таким надзирательским участием художника-шейнса, но тем не менее приобрелся какой-то первый опыт именно, я, наверное, эту работу называю такой своей первой работой. Ну, то есть в программке уже было написано ваше имя в качестве художника-посвета. Да, был такой опыт художника-посвета. Щелчок был в этот момент? Нет, никакого щелчка, было все скромно, интеллигентно. Ну, я считаю, что все равно такая работа была сделана. Дальше последовали параллельно с работой в Линкоме какие-то другие похожие работы. И в 2000 году я оказался тоже как зритель в театре в мастерской Петра Фоменко, в спектакле «Одна абсолютно счастливая деревня». Вот в этом здании мы сейчас сегодня находимся, прямо над нами эта сцена, где шел этот спектакль. И меня во время спектакля и после спектакля тоже как-то вот шарахнуло, этой атмосферы, этого театра, что мне как-то вот очень захотелось почему-то... Это был первый спектакль Петра Аналовича Фоменко, который я увидел. Мне как-то вот захотелось просто вот... Я не побоюсь этого слова, просто поработать в этом театре. Воле какой-то судьбы в театре оказались люди, с которыми я был... Работали люди, с которыми я был знаком. И в этот момент Петра Аналовича как раз выпускал спектакль «Война и мир», начало романа сцены. И как-то так... Тоже уже не по объявлению, а по знакомству. Аж вот тогда меня познакомили с Петром Аналовичем, и я пришел вот кто-то на выпуск этого спектакля. Спектакль получился, вышел. Я не думал, что буду работать постоянно в этом театре, но после премьеры Петра Аналович и художник спектакля Владимир Максимов как-то вот со мной поговорили. И говорили, что как-то вроде бы... Ну, не вроде бы, а действительно работа получилась, и как-то мы несколько месяцев провели вместе. Может быть, стоило какое-то иметь продолжение. Я с радостью согласился. И вот в 2000-м году я в этом театре... То есть уже 17 лет получается? Постоянно. Ну, да, получается, что да. После Линкома, где, я так поняла, была довольно плотная связка вас, как художника по свету, с режиссером, с сценографом, какая была система здесь? Была ли это связка? Вот насколько она важна для вас? Связка прямая. Нам вообще всегда важна связка режиссера, сценографа, художника по спектаку, художника по костюму. Вообще вот все, что и другие люди, которые причастны к спектаклю, что, в принципе, называется командные спектакли. И если есть команда, и все вот эти люди, весь набор этих людей, которые работают в команде, и они друг друга понимают, они делают... Мне кажется, что вот тогда спектакли получаются, и работа, в принципе, работа в радость, как по-человечески. Люди разговаривают и делают что-то на одном языке. То есть такая взаимная соответственность за финальный результат. Как руководитель осветительного цеха, как вы себя подбираете персоналом? Были у вас случаи такого же красивой истории, что к вам приходили люди с горящими глазами и без образования, вы говорили «давай». Да, имея свой опыт и, пройдя, грубо говоря, я понимал, что это возможно, наверное, да, я брал очень часто на себя такой риск. Не всегда оправдывался, иногда пришлось с людьми расставаться. И есть много людей, которые тоже пришли с улицы, так же, как я, по объявлению, и очень успешно работают в театре. И освоили... Проценты счастливых открытий среди людей? Да, я думаю, что это 50 на 50 где-то получается. А, это довольно много. Все-таки по половинке. А хватает ли у вас терпения обучать этих людей с нуля, которые пришли? Ну, что делать? Если даже кадры куются для себя, поэтому приходится... А если кадры потом уходят в другие театры, в другие проекты, не жалко отпускать? Обидно. Обидно. Да, кого-то воспитываешь, кого-то сам. Ну, так получается, такая жизнь, ничего. Люди встречаются, разводятся. Но остаются с вами, мне кажется, все-таки больше людей, чем уходят, да? Да, больше людей остаются. Все не зря. Все не зря. Хорошо, а отвлекаясь из этого вопроса, были ли у вас случаи работы с осветителями, с художниками по свету, которые именно с теорией пришли в практику и отлично себя чувствуют, отлично работают в этой сфере? Есть, ну, вот только сейчас сказали, да, вот эти 50 на 50, да? Да, то есть те самые. Есть люди, которые, да, приходят... Ну, все мы знаем, да, что беда с нашей профессией вообще осветить, ну, и художников, да, и осветителей тоже беда. Есть театральный колледж, который готовит специалистов, которые приходят тоже, вот, тот 50%, которые приходят с улицы, и мы здесь в театре тратим время, силы, воспитываем сами, ну, грубо говоря, куем кадры сами для себя. И есть тот 50% людей, которые, да, вот получают образование в театрами колледжа, которые приходят к нам на практику. Многие или какие-то люди остаются в театре. Да, они получают уже, они приходят с какой-то технической базой, конечно, да, и вот уже здесь на практике проходит то же самое. И даже есть достаточно успешные люди, которые хотят, вот, получив вот это, в театральном колледже техническое образование, и которые многие хотят идти развиваться дальше, получать профессию художника по свету, делать спектакли, оформлять их как художник по свету. Тоже, ну, вот, в плане театра я стараюсь это на своем уровне делать. В последние годы, ну, так получается, что мне стало интересно заниматься и сценографией спектакля, и за последние несколько лет сценографических спектаклей. Мне это очень интересно делать, и я один, ну, по опыту, видимо, своего вот учителя Шенцеса видел, как он это все делает, и то, что это складывается все вместе в каком-то опыте, да. Да, я участвую в таких сценографических проектах, делаю сценографию к спектаклю, и, соответственно, тоже свет к этому приобщается. Я беру тут художники по свету, есть ассистент художника по свету, который вот тоже, да, я приобщаю, чтобы, вот, есть, я сценограф спектакля, я же художник по свету, но я беру обязательно ассистента художника по свету, которым я приобщаю, ну, чтобы есть люди, у меня сейчас есть личный парень, в цирку работает Максим Горелов, который на двух спектаклях в мастерской с моей сценографией, который вот, да, ему интересно, он тянется после своей технической базы, которую он получил в театральном колледже, в театре за несколько лет, два-три года, наверное, он работает, он ее закрепил, и сейчас он тянется к каким-то художественным поискам, да, ему вот даю в каких-то своих разговорах, обсуждениях спектакля, втягивая вот в эту профессию, ему интересно, он этим занимается, ну, надеюсь, что выйдет какой-то толк. Хорошо, а вот если взрослый человек, например, там, ну, вот как вы и пришли, может быть, даже старше, вдруг он осознал, что он хочет стать художником по свету, с чего ему имеет смысл начинать, может быть, есть какие-то основы, основ, которые вот прям человеку нужно прочитать, посмотреть, прожить, чтобы была база, с которой он может начать изучать эту профессию. Ну, если самостоятельно, если вот не идти получать образование специально, скажем так, поступая, то есть неплохая литература, сейчас появилась, ну, например, много лет нашу гуру по свету до нее, да, из могилы с Леной Древалевой прекрасную книжку во втором издании выпустили, которую, в принципе, если ее почитать, ознакомиться, это огромная образовательная база, на самом деле, то же самое, можно сказать, что прослушать курс в театральном колледже или прочитать эту книжку при желании, да, этот опыт можно получить. Есть прекрасная, тоже изданная, переведена на русский язык книга Макса Келлера, этот фантастический свет, где тоже огромная база и с картинками, и со всем, и в художественном плане. Тоже, если нужно это все читать и идти на практике в театрах, люди помогут, всегда расскажут, направят. Хорошо, вот если техники можно научить, то что делать с художественным вкусом? То есть понятно, что это обязательно составляющая. Ну, вот с вкусом, да, или есть вкус. Можно ли его воспитывать? Вкус свой, ну, во-первых, если он есть или его нет, назначено. Мне кажется, что даже можно воспитывать, художественный вкус как-то развивать. То же самое, о чем мы сейчас говорили несколько минут назад, о реабилении технической базы. И художественную базу тоже можно развивать, да, есть же весь этот визуальный ряд выставок, и театр, и кино, и просто смотреть, и все. Другого, ну, все равно, да, или есть, или нет, у кого-то меньше, у кого-то больше. Но все равно, мне кажется, что художественный вкус развивается. Хорошо, тогда такой же вопрос относительно художественного вкуса. Есть ли какие-то спектакли, которые вы рекомендуете в обязательном порядке смотреть вашим коллегам, которые учатся, чтобы просто у них в голове этот образ был? Вот есть ли какие-то такие спектакли? Конкретные, ну, не готов называть, наверное, прям каких-то конкретных названий, делать какие-то акценты, но все равно... Ну, хорошо, может быть, театры. Например, в Москве, да, вот если брать, все равно в Москве есть театры, в которые, да, действительно стоит просто ходить, посмотреть. И театр-мастерская Фоменко, и Ленком, художественный театр, и музыкальный театр, прекрасный музыкальный театр Станиславского, Роща Данченко, большой театр, где из огромнейшей афиш можно все равно на свой вкус что-то выбрать. А какие-то небольшие камерные театры, в которых очень хорошо обращаются со светом, можете посоветовать или пока нет? Ну, советовать нет, не хочу, просто могу там тоже на своем каком-то опыте, если переходить к камерным театрам, с воспитанием какого-то вкуса и технической базы, да, вот в моей жизни, в моем опыте есть театр под руководством Елены Камповой, в которой я тоже оказался волей судьбы, да, причастен ко многим спектаклям, почти ко всем. Для вас лично как удобнее работать где, в каких залах, в больших или в малых? Не имеет значения, я даже не придаю никакого... То есть это зависит все-таки от спектакля, от сценографии, в первую очередь, а не от размера зала? Ну, все равно начинается всегда от команды, в которой ты работаешь. Вот мне вот очень нравится вот это слово «команда», которая, если она вот, она постоянная, она работает, прям понимает друг друга, и дальше неважно, в какие условия ты приходишь, чем дальше просто вот начинаешь работать уже на результат, что называется. До начала интервью мы с вами разговаривали о том, что малый зал в новом здании вы построили, вы участвовали в создании этого малого зала к моменту проектирования. Вот здесь мастерская, наоборот, большого театра, прошу прощения. Да, и как раз вот к чему мы хотели вернуться, к тем вот вопросам. Потому что понятно, что в большинстве случаев у нас все театры – это плановое строительство, которое строилось либо 70 лет назад, либо 30 лет назад, ну, условно, чаще всего. И все работают в тех условиях, в которых их поставили. То есть мало когда учитывались интересы именно тех, кто будет работать в театре. Насколько сложно отстаивать свои интересы как художника по свету при проектировании залов? Я бы не сказал, что было сложно, но так опять получилось, что все сложилось неплохо, благоприятно, скажем так. Работа вот с 2000 года в этих двух, в этом здании, где мы сейчас находимся, здесь два маленьких камерных зала, трансформера, где, да и сцена, это там нет ни сцены, ничего, это просто театральный просто, ну, какой-то даже театральный кинотеатр здесь раньше был, с двумя залами, который вот дальше перерос, пропитался этой театральной атмосферой, технической базой, народ все это участвовал. И Петром Новымчим Фоменко было сделано несколько очень таких хороших спектаклей. И каждый год выпускались новые спектакли. Петр Новымчич еще преподавал у него каждые там 4 года. Новый выпуск, приходили новые, вливались, в трупы добавлялись новые, приходили новые актеры, театр расширялся, работы стало все больше и больше. Место осталось тоже самое маленькое, было не только трудно работать, ну, трудно работать, ну, и дышать даже трудно было, не говоря, там нет места и для гримерки, и репетировать не было. Конечно, встал вопрос о строительстве нового здания. Петр Новымчим с директором театра как-то вот выхлопотали, ходили, бились на какое-то пространство. В итоге, напротив, вот здесь, на набережной Тарас-Шевченко, был выделен вот участок земли для строительства нового здания, мастерской Фоменко. Закипела работа, появился великолепный архитектор Гнедовский, который спроектировал здание. И то, что приятно, конечно, в этой работе, на этапе проекта архитектора, вот этого театрального пространства, да, подключился главный художник театра Владимир Максимов. Я по свету, ребята со звуком. То есть мы, в принципе, были такими участниками создания вот того театрального пространства, в котором, в принципе, нам будет... Мы понимали, что мы в этом пространстве будем работать, и мы хотим сделать все, что, во всяком случае, все, что возможно было сделать, мы, конечно, должны были придумать то пространство и в нем участвовать. Вот. И слава Богу, что у нас так вот все получилось, все, что мы хотели, мы придумали, и оно тьфу-тьфу-тьфу. Конечно, ну сейчас, наверное, по прошедции каких-то лет понятны какие-то ошибки, которые были сделаны, и сейчас можно было бы немножко что-то по-другому сделать, но на то время, да, вот с нуля, понимать, вот, чем бы хотелось работать, и вот как раз здесь вот возвращаясь к тому вопросу, это какой технической базы, с чем какие-то вот критерии, с чем работать, и здесь вот, да, я, в принципе, стоял, ну, перед... Я как раз выбирал те инструменты, ту техническую базу, которой мне, в принципе, я понимал, что мне есть с этим работать. То есть полное техническое значение, оно происходило с нуля? Или какие-то приборы отсюда туда перетекали? Да, нет, 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 нет. Все базы, которая здесь была, она осталась здесь, там был выделен бюджет, соответственно, соответствующий, насколько это было возможно, чтобы с нуля вот все-все-все-все-все-все театр был построен не только стены, но и оборудована техническая база, механика, сцена, свет, звук, все это с нуля, проект, закупки, эксплуатация. Очень интересный для меня вопрос, поскольку сейчас во многих региональных театрах идут реконструкции театров, от каких классических элементов такого типового строительства театров вы отказались при формировании вашего зала? Ну, то есть есть же наверняка повторяющиеся какие-то ненужные выступы, которые вы, наконец, слава тебе Господи, снесли, что не построили. Ну, нет, театр остался все равно, сценическая коробка осталась достаточно свободной и классической, да, но вот еще сыграл, конечно, пошло на пользу. Тут опыт гастрольный, наши огромные гастрольные деятельности театра, там спектакли в театре очень хорошие, очень качественные, которые с удовольствием, да, хотел смотреть весь театральный мир. У театра огромная гастрольная история по всему миру, и не только Европы, но и Америка, и Япония, скажем так, абсолютно разные страны. То есть мы, вот этот гастрольный опыт настолько тоже пошел на пользу, то есть вот эта возможность ездить и смотреть в разных странах, как устроен театр, как он все это делается, как он работает, все, конечно, я так немножечко смотрел, как там, как, ну, поднемножечко все это собираю, но единственное, конечно, вот нюанс был, у них-то там все, немножко другой театр, мало репертуарного театра, как у нас, и вот это отличие, конечно, нашего репертуарного театра, когда у нас сегодня на одной тоже сцене утром один спектакль, а вечно другой, и... Ну, естественно, это нужно учитывать при проекте. Это нужно было тоже учитывать, хотя мне вот безумно нравится схема, конечно, построения технической базы под какой-то конкретный спектакль, да, конечно, хорошо, что вот есть спектакль, и под него придумывается специальная какая-то развеска из технической базы, что прожектора такие, это все в нужном месте, конечно, чтобы и сценография мешает, не мешает, там, на каких-то спектаклях, чтобы это правильно все висело. Вот, конечно, вот с этим был такой нюанс выбора или развески стационарного нашего театра или же вот этого мобильного театра, который под каждую постановку. Конечно, от желания мобильной постановки пришлось отказаться, потому что в будущем понимаю, что времени на это просто, к сожалению, не будет даваться. Поэтому остановились на таком классическом все-таки. И я понимал, что в этом театре в ближайшие годы все равно как-то я планировал работать и планирую пока что и в художественном плане все спектакли, которые в репертуаре мастерской Фоменко, они кроме одного спектакля, который сейчас был французский, все мои спектакли. То есть, в принципе, я сделал даже вот этот стационар под... Ну, как-то чтобы было удобно под себя иметь какую-то техническую базу, которая вот там, грубо говоря, под себя. Вопрос практического характера, на самом деле, по поводу проектирования своего зала под себя. Насколько было сложно согласовывать это? Ведь есть какие-то нормы безопасности при строительстве, какие-то текстурные нормы, которые нужно соблюдать? Нет, совершенно не сложно. В принципе, все равно же есть нормативная база, которая нужна. Она не мешает? Она абсолютно не мешает. И мы просто пришли к какому-то... Все равно есть сцена, да, и мы просто сделали буквально просто вокруг сцены галерею, которая по периметру все это пространство помещала. По задней части. Просто по задней части, боковые задние, переходящие выносят. То есть, в принципе, у нас нет такого, что в каждую какую-то рабочую точку, будь то там вынос, ложи, нужно идти какими-то отдельными дорогами, путями, что есть вот дорога на галерею и такую-то, на галерею и сякую. Настолько продумали всю географию, что это просто ты ходишь по периметру, в любую точку ты можешь в течение моментально попасть, оказаться и сделать даже, имея стационар, какую-то быстро мобильную перестановку. А что касается зрительного зала, это трансформер или стационарный тоже? Зрительный зал, нет, стационарный зал, но с возможностью так сделан театр, в принципе, имея портер и амфитеатр. Портерное пространство может быть убрано и используется тоже как сценическое пространство. Но пока до этого не дошло и пока не использовалось у нас. Пока вот театр А обратная ситуация, когда сцена используется как амфитеатр и портер используется как сцена, было такое? Или необходимости тоже? Нет, тоже вот театр пока работает в таком классическом. А спектакли на сцене, когда зрительный зал ставится на сцену, были в вашем мастер-творе, нет? Ну вот в мастерской Фоменко нет, а в опыте вот сейчас как раз в производстве спектакля, мой спектакль так тоже, где я участвую в качестве художника и посвету, и сценографа, и даже костюмами стал заниматься в кино. Неожиданно. случилось тогда вот осенью, если тьфу-тьфу-тьфу, все будет хорошо в Кинишемском театре, по вампилу будет такой спектакль, где я как-то с режиссером придумали такую историю, где зрители находятся, старший сын в вампиловской истории, где мы, там такой театр, он сделает архитектура такая немножко советская, есть окна технические, где свет, звук и коробка зрительного зала, которая очень похожа на многоквартирный дом, скажем так. И мы, в принципе, с режиссером говорили, что мы сажаем зрителей в варьере сцены, а зрительный, грубо говоря, зрительный зал у нас получается такой двор. Двор в стенах и окнах, которые у нас существуют. это вот у нас такое двор. А кресла при этом, они демонтируются? Нет, не демонтируются. Просто дело, мы их завешиваем каким-то бельем, используем это просто как какое-то такое. Зрители сидят в фойе, как раз вот такое пространство получается. Неординарно. Весьма, да. Хорошо, давайте поговорим о такой штуке, как видеопроекция. Насколько она у вас востребована в ваших спектаклях, насколько вы ее любите или не любите. Первый ваш опыт работы с видеопроекцией был «Алиса в зазеркале». Да, да, был такой, ну, серьезный и огромный опыт, да, спектакль Ивана Поповская «Алиса в зазеркале», где лет 8, наверное, уже спектакля, да. И, наверное, это такой один, ну, насколько мне пытались что-то вспомнить, сопоставить, что это было в те годы. Наверное, это было вообще, да, в драматическом театре, что было такой спектакль. Сейчас, конечно, по прошествиям, много лет, когда и Москву заполонили прекрасные мюзиклы, технически сложные, перенесенные, и даже этот спектакль кажется небольшим таким детским садом. тем не менее, все равно он визуально смотрится очень и сделан с художниками, и так, с режиссером. Вы сами осваиваете эту историю, или у вас есть специальный видеоинженер? с видео, все равно ко всей этой видеоистории такое отношение, ну, скажем так, рядом, все равно свет светом, чем я занимаюсь, а видеоистория, да, там все видеоконтент, все это придумывают, придумывали художники, специальные, которые занимаются таким видеоконтентом. Ну, опять же. Просто мне, моя была задача это все как-то совместить, чтобы это была, скажем так, свет, сценография свет и видео, оно не мешало друг другу, а было единое компания. Вот, да, важный момент, не перетягивает ее внимание. Поэтому мы встречались, все это обсуждали и по картинке, и по каким-то световым, цветовым делам, чтобы все-таки все это работало в гармонии света и видео. Вот единственное, конечно, видеоконтент делали художники специальные. Сейчас видеоконтент это у вас просто привычный инструмент в палитре ваших изобразительных средств или это какие-то исключительные случаи, которые вы не любите решаться? Или уже привычная история, с которой вы работаете? Ну, я думаю, что это уже привычно. Просто сейчас так входит, что каждый второй спектакль, он обязательно с видео. И даже был, конечно, какой-то момент, что это уже и как-то уже стало раздражать, что давайте сделаем спектакль без видео, иногда получается, иногда не получается. В каких-то спектаклях даже и видеопроектор, он, да, может служить даже каким-то таким световым световым источником даже. И вот недавний премьер Мастерского Фоменко по «Помертвым душам» где-то уже автором сценографии тоже я являюсь, мы сделали спектакль почти в пустом пространстве, но, скажем так, он работает и на свету, и на видео, и видео там больше, он даже работает именно как свет, даже называем такой светографик, скажем так, как-то совместили во что-то его лицо художество. Техническая смекалка, техническо-художественная смекалка, она насколько важна, потому что я поясню, почему мне тревожит этот вопрос, регулярно на гастрольных историях ты приезжаешь, тебе подтверждает световой райдер, ты приезжаешь и видишь, что да, по факту все висит, но работает 4 прибора из 12 заявленных, и ты так здравствуйте. Было ли у вас такие истории, когда приходилось вот из этих 4 работающих условных фонарей сплошь и рядом в наших российских городах. Появилась ли у вас привычка возить свет с собой весь? Абсолютно весь или какие-то специфические приборы? Нет, ну вот опять на опыте театра мастерской Фоменко, который, скажем так, который у меня постоянно и как работает, с которым я работаю как основная база, скажем так, да, все по возможности, ну не по возможности, наверное, в принципе, как человек, работающий в этом театре, в принципе, я выезжаю на все гастроли, как живой художник по свету тех спектаклей, которые вот, да, идут в репертуаре. И зная, соответственно, всю партитуру спектакля и, собственно говоря, ее же придумывая и создавая, да, я все равно себе делаю люфтик на какую-то адаптацию в это. Ну, это не значит то, что это будет там другой спектакль, другая партитура, чем будет в Москве. Естественно, зритель, который смотрит спектакль в Москве и в каком-нибудь Саратове, я не думаю, что он почувствует разницу от цветовых партитур. Но, тем не менее, я, ну, не всегда, не сто процентов, просто есть спектакли, которые прямо, они настолько жестко сделаны, световая партитура, что вот определенный прожектор, определенный марк с таким-то фильтром, он должен именно находиться здесь, работать вертикально или там на такой-то высоте, Есть такие спектакли, в которых, ну, вот, к сожалению, не уйти ни вправо, ни влево. А есть спектакли, в которых можно свободно плавать и адаптировать спектакли, и гастролируя по нашим российским театрам и веде их техническую базу. Иногда она вообще великолепна во моих театрах, даже в российских. Но это касается больших городов или иногда неожиданное открытие случается. разные города и ну, все равно город, если есть театр, все равно этот город уже он не маленький, если он имеет возможность. Разные бывают. Вот мы сейчас недавно были в городе Кудымка с таким странным названием, которые почему-то боялись туда ехать, но не думаю, что вообще-то... А там оказался вообще построенный город-село-селом, столица в Пермском крае просто село-селом, но в центре города стоит прекрасно построенный современнейший театр, который может даже позавидовать некоторые московские театры, он настолько технической базы оснащен и с таким театральным каким-то климатом внутри театра просто мы были очень приятно шокированы, конечно. И, конечно же, приезжая в театры, которые слава оборудованы, естественно, у меня есть в цеху комплекта оборудования, естественно, мы возим с собой стараемся почти всегда привозить свой пульт, где уже записан спектакль, делать патч под какой-то и набор просто у нас есть вот, скажем, там, к чему я привык, к какому-то дежурному набору, я понимаю, что там, имея кофр с такими-то приборами, кофр с такими-то, с такими-то, их немного, но там десяток этих кофров, и чтобы это было быстренько мобильно подключить, куда нужно там довесить и сгладить вот то техническое усилие, вот мы как-то этим просто справляемся. И мы плавно подкрались к вопросу, от которого мы ушли в начале, вот ваш этот неизменный джентльменский набор света, который вы возите с собой, к вопросу о мастхэвах, которые должны быть с вами всегда и везде. Вот на все гастроли, которые мы ездим, все безоговорочно то, что всегда спасает, это кофр с пультом, в котором, да, операторы, которые работают, привыкли, они привыкли работать, они знают его, не нужно тратить время. Минутка рекламы, какие пульты у вас? Мы пользуемся Конго, есть ПАР-64 прибор, который всегда выручает, спасает, набор профильных прожекторов зумов, универсальный прибор Т7 с 15-30 и с широким углом 25-50, кофр с фринелями и кофр с несколькими маленькими мобильными прожекторами PC. А когда вы создаете световую партитуру для спектакля, или даже не так, когда вы начинаете создавать световые решения для спектакля, может быть, у вас есть какой-то привычный для вас алгоритм, с чего стоит начать, какие-то такие типические шаги, после которых начинается прорисовываться какая-то детальная картина спектакля. Да, с условного прикладки. По-разному, абсолютно по-разному, абсолютно с разными, разные режиссеры, разные художники, с теми личностями, с которыми очень долго работаешь и понимаешь с полуслова это одно, а иногда появляются люди новые, с которых лично никогда не сталкивался, но хотелось было поработать ко многим, у них бывает немножко какой-то другой принцип работы, которым приходится подстраиваться и отношения к подходу не знаю, все равно всегда разные. Иногда просто окунаешься в материал, читаешь пьесу, смотришь сценографию, посмотришь репетицию и она сразу просто вырисовывается все, спектакль садишься и в течение своих репетиций все по шагам склеивается, записывается и работает. На вашем опыте какие были минимальные времени, которые вы потратили на создание светового решения? Да, был спектакль и за... Было достаточно 3-4 репетиции, в принципе прилично световая партитура складывалась. Ну то есть это вопрос именно ощущения и личного восприятия. по моему внутренней скидал все равно вот оно как-то ты как-то подключаешься сразу к этому или все равно в голове ну не только, иногда действительно трудно понять, ну не укладываешься в команду людей, в которые не понимаешь, идешь режиссер немножко вот он все-таки все что-то в голове держит и внятно что-то сказать тоже не может, вот он свой какой-то мир придумывает, а донести до тебя есть какое-то недопонимание, непонимание, на это тоже уходит. Вроде бы ты делаешь что-то режиссеру не нравится, например, да, идешь в каком-то другом направлении, предлагаешь что-то другое. Были, наверное, опыты создания вот эти долгие мучительные угадывания, что режиссеру все-таки нужно в спектакле. Было, 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 было. Каким образом преодолевали недопонимание? Только пробами? Мучительно, долго, пробами, ошибками, но все равно как-то все побеждалось. Есть ли художники, которые работают в стиле, который вам эстетически близок и с которыми вы хотели бы быть созвучными в своих работах? Или вам нравится ваш стиль и повторять никого не хочется? Световой сейчас художник. Световой, да. Хорошо, давайте. Нет, просто хочу сказать, что когда начал заниматься профессией, для меня как какого-то богом света у нас считается один человек это Дамир Дамир Асмагилов, который многие в каких-то театрах приходишь, но действительно бог света и все восхищаются. О нем и о многих других вы узнаете из наших программ. классно, классно, вот это все работает, но на меня вот как человек, ну я только начал заниматься художественным светом, да, и на меня как визуально всегда производили и сейчас производят работу Глеба Филишнинсова конечно вот настолько я вот пора его вкусом, стилем и вот как он все это делает, но для меня это какая-то конечно планка, которой я не знаю я всегда стремился как-то вот идти, но вот он для меня был каким-то действительно а так нет, много ребят, с которыми я знаком, общаемся Сергей Скорнецкий, Сергей Мартынов, Виноградовы оба, и Женя, и Ваня, с которыми знакомы и как там просто человек, который театральный все-таки, да, есть люди, которые вообще не ходят в театры, не смотрят никаких работ, я все-таки стараюсь заглядывать какие-то работы и хватает ли вам времени? да, я стараюсь это делать, да, заглядываешь, и смотришь, вот сейчас назвал фамилию, которые, ну, действительно, в принципе, смотришь, хорошая работа, интересная. Продолжая тему хороших, интересных световых решений и их воплощения в разных спектаклях, в том числе гастрольных, мы с вами говорили, опять же, до начала интервью о ситуации с авторскими правами художников по свету, расскажите ситуацию изнутри, насколько сейчас проработана эта база правовая именно и существуют ли прецеденты удачного сотрудничества с авторским обществом, с авторскими отчислениями именно художником по свету? Ну, не знаю, по-моему, никаких отношений ничего не существует. Много лет назад возникшая ассоциация художников по свету, по-моему, вот так, я только на уровне разговоров о каких-то знакомствах слышал об этой истории. Ну, по-моему, нынче, не знаю, могу ошибаться, но, по-моему, нынче не закончилось и ничего не не дало, не дало. А на личном все равно это зависит, мне кажется, от личных персоналей работодателя и театров в данном случае и исполнителя художника по свету, да? Мне кажется, есть опыт и договоренности между работодателем и исполнителем. У меня был опыт в Малом театре, когда мы подписывали договор на постановку художественного света. У нас в договоре просто было оговорено, что 1% театр отчисляют через РАО, который... То есть РАО все равно присутствует как посредник? Да, РАО присутствовал как посредник, и это работало, и 1% от сборов, я пока вот шел спектакль, я исправно получал были отчисления, все это работало. Но это работало именно на уровне договоренности, вот если мы договариваемся, художника, театр. В первую очередь должна инициатива поддерживаться театром. в данном случае у художника было бы только желание иметь авторские договоры на создание световой партитуры, документально все это документировать, чтобы исполнялось, какой-то авторский надзор, чтобы был и в плане вознаграждения те проценты, которые театр, если есть желание и какое-то участие театра в этом, то есть это вот в моей жизни это реально работало. Но это единственный случай или были еще случаи? Единственный случай, часто просто театры не хотят завязываться, все равно это какая-то бумажная бюрократическая работа, театры просто когда обсуждаешь какие-то подписания всяких бумаг с работодателем и начинаешь затрагивать этот деликатный вопрос авторский просто многие предлагают давайте мы вам увеличим немножко какой-то гонорар вы получите этого граждания получите разово но от авторских прав в принципе отказывать зачастую но к сожалению это по-моему на сегодняшний день работает там ну регулярно это бывает проще чем выстраивать долгосрочные отношения с участием РАО к сожалению спасибо вам огромное за замечательный рассказ вот я надеюсь рано или поздно мы еще раз с вами встретимся поговорим о чем-нибудь еще увлекательном вот у вас появится новый спектакль у нас появятся новые вопросы в любом случае огромное спасибо и я надеюсь что нашим зрителям было интересно и познавательно вам тоже спасибо мне кажется что прекрасная идея вот в таком формате которую вы придумали который наверное действительно становится подспорьем не только к такой плохой какой-то нашей образовательной базе да но хотя бы какая-то еще возможность встречаться с разными людьми которые рассказывают какие-то свои истории в профессии и дополнение к нашей тяге к знаниям и каким-то у людей света скажем так появилось поэтому мне кажется что это прекрасная у вас идея спасибо 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 большое спасибо Субтитры создавал DimaTorzok